Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие тигрызкие, с вами снова я, тигрызнадия, наконец-таки я подвожу свои итоги года, да, с Новым годом всех, с новым счастьем, и пусть все ваши мечты сбываются, и просто на душе всегда будет хорошо, и пусть этот год для каждого из вас будет просто одним из самых ярких, веселых, добрых и классных. Как всегда, конечно, начинаем с самого грустного, но ладно, в феврале 16-го года умер мой самый любимый кот, Дэймон, и после этого, конечно, было очень тяжело, и до сих пор как-то мне очень-очень тяжело, потому что те, кто любит своих животных очень сильно, и для кого их животные не просто питомцы, а лучшие друзья, те поймут меня, что я чувствовала, и очень долго я отходила, и не могла, и до сих пор не могу вспоминать тот момент, как он умирал на руках, и в какой агонии он был, это было очень-очень тяжело. И в ноябре, 26 ноября этого года, 2016-го, не стал моего дедушки, моего самого любимого человека, самого другого, главы нашей семьи, и вообще, поэтому я долго не снимала, нигде не появлялась, и всячески избегала вообще любой тематики о личной жизни, и просто о жизни, да, не хотела ни с кем общаться, никого видеть, и не быть онлайн, да, можно так сказать. Вот, так что, мы до сих пор отходим, 4 января было 40 дней, и теперь наша жизнь совершенно другая, и мы живем совсем по-другому, очень тяжело, но я думаю, что мы справимся с этим, теперь нас совсем мало, теперь нас всего три человека, да, и как-то так, вот. Дома стало очень одиноко, но мы до сих пор думаем, будто бы он где-нибудь в командировке опять, и скоро приедет, и каждый день просыпаешься и думаешь, о, надо спросить маму, девушка звонила, вообще что-нибудь говорил, как у него там дела, и потом понимаешь, что нельзя спросить это больше, и дальше вот как-то с этим живешь. Я не думаю, что оно вообще было, потому что, ну, не знаю, может быть какие-то воспоминания, если это считается, да, за приобретением года, то какие-то моменты, какие-то праздники, да, какие-то совместные воспоминания с близкими людьми, что-то, что радовало. Ну, возможно, это является приобретением года в копилку моей памяти. Это возможно разработка препарата по поддержанию моего заболевания, и, наверное, это является главной новостью этого года, потому что я все долго пыталась вспомнить, что еще такого было, но ничего мне в голову не пришло, и, ну, как-то так. Напряжение. Просто. Не было никакой победы года, только какие-то внутренние проблемы еще больше появились, и поэтому, наверное, я проиграла эту борьбу. Экстрема года так же не было, да. Этот год был очень скучный, на самом деле, и поэтому не было ничего интересного. Радостью года было, когда мы сидели на Красной площади ночью, ну, поздним-поздним вечером, били куранты, если можно так назвать, да, ну, часы вот эти на Красной площади. Также было просто сотни людей самых разных наций, возрастов, цвет кожи и разные языки, но все были одной командой, и все были такие улыбчивые, дружелюбные, все обнимались, просили друг друга сфотографировать. И вот это единение народов, да, всех и людей, оно настолько было волшебным, и было переполнено энергией, вроде положительной. И так хотелось, чтобы просто во всем мире всегда был мир, и больше ничего не надо. Достижением года является то, что я начала с одним поэтом, разрабатывать его книгу и рисовать к нему иллюстрации, да, к его стихам. Напиток года однозначно кофе, просто в течение года и по сей день я каждый день завтракаю с чашкой кофе. Не могу, не знаю, стресс, нервы, они дали себе знать, никогда в жизни я не пила так много кофе, как вот за последний год. Состояние года, набражение, да, просто набражение. Спутник года, музыка. Музыка года, это Эд Ширан, затем The Weeknd, Джим Крок, Сансара, Олег Майами, Калео, Хойзер, Монатик, Джеймс Бэй, Тройс Иван, Дотон, Бич Бойс и... Джастин Бибер. Книги года только творческие и, возможно, Война и мир. Разжирование этого года, скорее всего, погода, потому что в этом году была отразительная погода, и я чувствую, что не только у нас, да. Защищением года является природа, YouTube, другие блогеры, другие художники, и творчество, конечно же, путешествия, закаты, любовь. Увлечение года, это, конечно же, YouTube, и всякие творческие штуки, рисование, что может быть ещё. И, конечно же, мой блог, да. Его также можно и к достижению года отнести, потому что в этом году я столько постила, сколько за предыдущие несколько лет я не делала так много постов, как вот в прошедшем. Подарок года, наверное, то, что я сама себе подарила, купила телефон, который хотела. Графический планшет ещё, и, наверное, в принципе, наверное, всё, да, я думаю, да. События года, это, конечно же, видео People, затем концерт пиццы и пам-парам-пам-пам океанариум. Люди года, это моя мама, моя любимая Элен, привет, ты меня смотришь, затем Лена, Паша и, наверное, Лёша. Да, мой лучший друг. И ребята, с которыми мы общаемся на Tumblr, да, они сделали мой год тоже. Так что вот такие вот итоги года получились очень скучные, мне кажется, и ненасыщенные, как раньше, но вот как-то так. Год для меня был очень тяжёлый, очень-очень негативный. Цвет мокрый асфальт, это вот просто однозначно его оттенок, и не серый, и не белый серый, и не чёрный, а мокрый асфальт, да. Вот. Вот. Было, конечно же, много хорошего также, но плохого было больше почему-то. И не только у меня, я уже не от первого человека об этом слышу. Но мы справились, мы преодолели это, и этот год, 2017, обещают быть просто бомбой. И столько всего запланировано, я надеюсь, что всё это сбудется, и мечты просто тянут меня вперёд и не дают мне сдаваться. Вот. И я желаю, чтобы у вас всё было хорошо, чтобы вы были сильными, чтобы вы не сдавались, как я могла сдаться, но я не сдалась. Чтобы любили вы, любили вас. Чтобы мечты, как я уже говорила, сбывались и так же вели нас вперёд. Чтобы все ваши цели были достигнуты. Чтобы радость на сердце, на лице, в душе, везде всегда была с вами. Каждым днем, чтобы вы видели только хорошее. Чтобы вы не были голодными, чтобы вы были сыты. Самое главное это о душе, о внутреннем насыщении, да. Всегда вы были удалены. И чтобы ничто вас не огорчало, чтобы вы не плакали, не грустили, если только от радости. Вот. И улыбайтесь чаще и не улыбайте. Люблю, целую, обнимаю, до новых встреч. Пока-пока.